Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там сидит Женя. Привет! Вы на нашем, на моем канале «Сладкий персик». Сегодня у нас очередной выпуск новостей. Мы до сих пор находимся на Красной Поляне. Приехали на курорте Красной Поляны. Есть высота 960. Вообще ее обожаю, потому что эти виды просто... Ну, они невероятные. Там же видно в камере, да? Видно чуть-чуть. Просто лучшие виды, мне кажется, открываются вот отсюда. Это шикарно. Послезавтра мы домой. Но я знаю, что мы скоро сюда вернемся. И я надеюсь, что летом еще не один выпуск отсюда запишем. А теперь давайте к новостям. Роскачество назвало лучшие и худшие сухие корма для кошек. Вообще Роскачество постоянно проверяет разную продукцию. Я обожаю читать обзоры. Они смотрят соответствовательно установленным законным нормам, проводят экспертизы, тесты, делают контрольные закупки и так далее. Потому что у нас государство устанавливает нормы для продуктов, чтобы все было качественное и хорошее. А еще у них есть какие-то свои стандарты вроде, насколько я помню. Да, они дают такой красный значок, рекомендованного Роскачеством. Видели? Наверняка ты видел? Да. Они там прямо на продукты, кто получил, все время лепят этот значок. Вот есть минимальные нормы для продукции, которые устанавливаются законом, которые устанавливает государство. Есть нормы Роскачества. Это всегда такие завышенные требования. И если продукция соответствует этим требованиям, то они дают вот этот красный значок. Это прям очень круто. Ну, типа если ты в магазине увидишь там пять видов сгущенок, и на одной будет красный значок Роскачества, это значит 100%, что она прям классная, хорошая и вкусная. Так вот, в Роскачестве на самом-то деле тестируют товары не только для людей, но и товары для животных. Так, ознакомиться с самим исследованием и с рейтингом брендов вы можете на официальном сайте Роскачества, обязательно почитайте, там очень интересно. Но самое главное, что это исследование развеяло целых два мифа. Во-первых, первый миф – то, что иностранные корма обязательно будут лучше российских. И второй миф – то, что корма премиум-класса и холистики обязательно будут лучше кормов эконом-сегмента. То есть это неправда, это мифы, и исследования это подтвердили. А еще я узнала, что производство сухих кормов для животных у нас в России плохо регулируется. Я имею в виду стандарты качества. Вот, например, цитата. «Допустимое количество пестицидов в корме для кошек сейчас не нормируется на законодательном уровне». Хочется, чтобы это, конечно, исправили, так как животным тоже нужно кушать качественную еду, но пока что вот так вот. Кстати, напишите в комментариях, есть ли у вас домашние животные, кошки или собаки. В Пермской кофейне начали продавать кофе с грудным молоком. Вот такая новость буквально на днях разошлась в сети. Якобы, что Пермская кофейня Coffee Smile заявила, что у них в кофейне появилась новая позиция кофе с грудным молоком по цене 650 рублей за порцию. Даже было видео с интервью, где владелец кофейни, не помню, как его там зовут, неважно, отвечал на вопросы и рассказывал, да, у нас вот появилось такой кофе, такой кофе, сейчас можно и так, и так. И вот мы собираем, значит, молоко, молоко сцеживают, его замораживают, приносят нам, у нас все документы есть, оно прям супер хорошего качества. Ну и вот это вот все. И эта новость, она, конечно, взорвала общественность, в основном пермскую, ну и по всей России тоже разлетелась. Нормальную ребяту пиар-компанию придумали. Да, это именно пиар-компания, потому что на самом деле, конечно, такого кофе с грудным молоком нет, его вообще в принципе быть не может, потому что, ну, невозможно такое. В крайнем случае в России точно нет. Они просто смешали миндальное козье молоко и называли вот эту вот позицию, как-то там кофе с грудным молоком. Но на самом деле это вот, ну вот, вот. Новость разлетелась, вызвала просто шквал комментариев, в том числе и негативных, но ребята свою порцию пиара получили. И недавно, буквально на днях, они официально признали, что это была шутка. Яндекс проведет ребрендинг в Delivery Club. Все мы знаем зелененьких Delivery Club, которые занимаются доставкой еды из ресторанов. Так вот, компания объявила, что в июне она проведет ребрендинг, и у них немного изменится логотип. Вот так вот он будет выглядеть. То есть оставили птичку, поменяли цвет и добавили еще и Яндекс. Ну, да, получается. И называться они теперь будут Market Delivery. По-русски? Ура! По-русски только еще осталось русскими словами. По-русски и английскими словами. Ну, уже хотя бы русскими буквами написали. Спасибо большое. И еще будут, кроме еды, доставлять электронику, всякие разные товары, товар для дома и так далее. Ну, в крайнем случае, пока что так обещают. А почему, кстати, Delivery Яндекса владеет? Вроде же Сбер был. Сбер продал еще в сентябре 22-го года. Раньше, насколько я знаю, владел Сбер и Mail Group. И вот они продали в сентябре, и теперь владелец Яндекса. Вот так. Олимпийцев в Париже накормят цесарками и багетами, но вина не дадут. В следующем летом в Париже пройдут Олимпийские игры. К ним уже во все идет подготовка, потому что много чего нужно построить, много чего перестроить, много чего настроить. И для участия в Олимпийских играх приедут примерно 15 тысяч спортсменов. Вы только представьте себе это количество. Это целый город. Мы были в Ионополисе, и там и то меньше людей живет. Сильно меньше. Надеюсь, все-таки еще и наши поедут. Я тоже очень надеюсь, потому что без наших смотреть, конечно, не так интересно. У нас очень много спортсменов сильных. Например, там одна художественная или спортивная гимнастика, только чего стоит. И футбол. Хорошая шутка. Ну ладно, вернемся к новости. Главный повар компании, который будет заниматься едой на Олимпиаде, Стефан Чичери. Надеюсь, я правильно сказала, потому что во Франции ударение на последний слух. Он заявил, что в столовой Олимпийской деревне будет доступно более 500 пунктов меню, чтобы удовлетворить потребности всех видов спорта, специальных диет и религиозных убеждений. В тот случай, когда жалеешь, что ты не спортсмен, да? Да. Короче, спортсмены голодными точно не останутся, им будут готовить блюда лучшие повара Франции, и это, безусловно, очень круто. Классная новость. 11 мая стартовал фестиваль «Новые имена». В нем участвуют недавно открывшиеся рестораны. Это, на мой взгляд, вообще потрясающий просто проект для российского ресторанного бизнеса. Этот проект называется РРФ, то есть, так, российский... Ресторанный фестиваль. Его организатор Сосоев, и он направлен на то, чтобы познакомить публику с новыми заведениями в России. Это очень круто. Он проходит в 26 городах с 11 мая по 25 мая. То есть, сейчас последние буквально дни. И это не какой-то огромный там фудкорт, фестиваль, где там вагончики с уличной едой расположены. Здесь совсем другая концепция. Вы можете прийти в ресторан, который участвует в фестивале, и попробовать там дегустационный сет. Цены фиксированные. Сет может стоить 1190, 1790 или 2590 рублей. То есть, всего три варианта. Вот, например, мы сейчас находимся в Красной Поляне. Можем прийти в ресторан, который участвует в этом фестивале, и этот сет попробовать. Ну, например, вот ресторан Get to Wine. Вы в нем не были. Там предлагается сет за 1190 рублей, который включает брускет из креветки, гуакамоли и вяленые черри, вестроганов из молодой телятины, на моем подушке из картофеля, моцарелла в кукурузной панировке с кремово-малиновым муссом. Ну, я пошел. Куда? Туда. Слушай, звучит вообще очень вкусно. Мне кажется, надо сходить. И цена вполне адекватная за такой список 1190 рублей. Ну, да, мне кажется, если брать отдельно, то вышло бы дороже. Ну, надо еще порцию посмотреть на них. Да, да, по выходу тоже интересно. А в каких городах проходят? На самом деле, их много. Как я сказала, 26. Ну, это, конечно, Москва, Питер, Сочи, Екатеринбург, Казань, Воронеж, ЕКБ, Пермь. Ну, вот все, что вспомнила, оно вообще... Екатеринбург и ЕКБ. И ЕКБ. Да, Екатеринбург и ЕКБ. И ЕКБ. Я говорю, все, что вспомнила. Полный список можно посмотреть у них на сайте. 26 городов, это довольно много. У нас в Ульяновске не проходит. Пока. Что? Хопа! Привет, еще раз. Женя пришел вместо меня, мы решили, что он вам следующие 3 или 4 новости прочитать сам. Ну да, как 3 или 4, как пойдет. Первая новость. Зачем на новой пивной банке два язычка? Люблю, когда супер привычные вещи как-то модернизируют. В основном, так получается, то, что модернизация это ни к чему хорошему не приводит, потому что те вещи, с которыми мы там живем и пользуемся всю жизнь, они уже, можно сказать, доведены до идеала. Но, в любом случае, всегда интересно посмотреть на все эти модернизации. Так вот, японская компания Nando придумала два язычка или две вот открывашки на жестяной банке для пива. Они это придумали для того, чтобы получить идеальное количество пены. Вообще, японцы очень сильно заморачиваются, в идеале в бокале, в пивном бокале должно быть соотношение пива к пене 7 к 3. А почему так? Зачем? Потому что пышная пена сохраняет аромат пива. Короче, улучшение, модернизация обычно заканчивается плохо, но не с пивом. Пиво можно улучшить бесконечно. Может быть, не в данном случае. Вот так вот скажем. Во-первых, мы это сами еще не попробовали и не услышали отзывов от япошек. От японцев. С помощью банки с двумя язычками пиво можно будет налить двумя частями. То есть, ты открываешь сначала по инструкции первый язычок. Там инструкция будет. Да, да, да. Естественно, пиво должно литься через этот язычок. Ты половину банки наливаешь в бокал, потом открываешь второй язычок и доливаешь остаток. И таким образом должно получиться идеальное соотношение пены. Прекрасно. Да. Названа неожиданная польза шаурмы. Любите лишавухи, поднимите руки, чтобы мы слышали ваши звуки. Рэп вообще, конечно, не мое, но вот шаурму я нет, нет, да с удовольствием поем. Главное, кстати, не изляпаться. У меня постоянно какие-то казусы с шаурмой получаются. Особенно на белые кеды. Да, да, да. Итак, в чем же польза шаурмы, если она считается фастфудом и якобы вредным? Во-первых, в ее составе находится капуста, огурец и репчатый лук. А это, как сказал автор статьи, он же врач-диетолог Алексей Кабанов. Это полезные продукты, потому что в них много минералов, антиоксидантов и низкая калорийность. Вот. Традиционный соус, который используется в шаурме, он идет на основе йогурта, что тоже полезно для кишечника и пищеварения. То есть там не киченэс используется, а йогурт? Йогуртовый соль? Ну, по-хорошему, вообще, да. А вот если шаурма уже с красным мясом, то она может быть вредной, потому что в месе образуются канцерогены и кишечник тоже будет не в восторге, потому что переваривать мясо, все мы знаем, тяжело. Да, зато веганы будут в восторге. Да. Лаваш тоже не очень, в нем много калорий, но они бесполезны, потому что не имеют никаких питательных веществ. В общем, в идеале шаурма должна быть без лаваша, с курицей, с салатом, с овощами. Все понятно. Шеф-повар из Нигерии готовил 100 часов подряд и установил рекорд Геннесса. Любите рекорды? Тогда держите. Шеф-повар из Нигерии, зовут ее Сильда Бачи, установила рекорд тем, что она беспрерывно готовила на протяжении 100 часов на одном из кулинарных фестивалей. Ужасно. Как она выдержала? Мне кажется, тяжело. У нее вообще были пятиминутные перерывы в каждом часу, или она могла накопить по 5 минут в течение 12 часов, то есть, не уходя на перерыв. И тогда, спустя 12 часов, у нее был часовой перерыв, на который она уходила отдохнуть, естественно, и еще медики осматривали ее состояние. То есть, она не спала, получается, четверо суток готовила? Да, может быть, она как-то дремала в тот час, который она... А смысл всего мероприятия какой? Смысл всего мероприятия заключается в том, чтобы доказать, что нигерийцы трудолюбивый и целеустремленный народ. И креативный. Да. Вообще, прошлый рекорд по приготовлению составлял 87 часов 45 минут, и он был установлен тоже не так давно, в 2019 году. Скоро всего, это какая-то популярная графа в книге рекордов Гиннса, которую все хотят побить. Но вообще... Стоило ли ей так заморачиваться, мучить свой организм и отдавать на здоровье? Ну, это Нигерия. Не совсем как бы богатая страна, и плюс у них еще, наверное, есть какая-то репутация. Мы просто с Нигерией особо не контактируем, поэтому не знаем. Может быть, у тех стран, которые с ними контактируют, у них есть какая-то репутация, потому что они бездельники, нетрудолюбивые, и понаехали, ничего не делают. И вот такими вот мероприятиями они хотят показать, что они такие вот молодцы. Но в любом случае, я думаю, что, во-первых, показала только одна женщина, вот эта вот Хильда Бачи, вот, они... За весь народ она же не может отвечать. И измываться так над своим организмом, ну, не знаю, есть ли смысл вообще где-то. Сомнительное мероприятие. Но женщина... Рекорд крутой. Рекорд крутой. Внимание, акция. Приезжаешь заправиться, выходишь из машины, заходишь, собственно, на заправку, начинаешь танцевать. У входа прям? Можно со входа прям танцевать, откуда угодно. И тебе могут дать скидку в 5 долларов. Эта акция, естественно, в Штатах проходит. Мне кажется, как маркетинговый ход вообще прикольная история, потому что и людям весело, которые танцуют, потому что на видео видно то, что им весело. И вокруг народ они веселят. И скидка. И скидка. И плюс еще об этом кто-то говорит. А может быть, кто-то даже и специально к ним ездит. Я бы такое и у нас, честно говоря, хотел бы увидеть. Особенно с навигатором. Да, особенно я заправляюсь через навигатор. И вообще будет весело, когда ты подъехал такой, встал, вышел, вставил пистолет в бензобак и начинаешь просто танцевать ни сего. Особенно было бы интересно посмотреть на реакцию старшего поколения, которые до сих пор удивляются, как люди сами с собой выходят, разговаривают. Ага, наушники. Или еще что-то. А тут вообще приехал человек на заправку и начал танцевать ни с того, ни сего. Мне кажется, это круто. Да, клево. Добрая, хорошая акция. Такой у нас получился выпуск из Красной Поляны. Следующий уже будет из дома. Грусть, печаль, слезки. Нет, ничего, мы вернемся. Вообще, место потрясающее. И если вы здесь никогда не были, обязательно съездите. Если вам кажется, что здесь очень все дорого, то это не совсем правда, не совсем так, потому что здесь можно потратить очень много денег, можно достаточно экономно отдохнуть. В общем, тут все зависит от предпочтений, так сказать. Всем желаем хорошего воскресенья и всем пока. Пока. Пока.